Нужно вспомнить пословицу, что русскому хорошо, то немцу смерть. То есть я к чему это говорю? То, что сейчас для них норма, для нас нормы никогда не будет. Я в это верю и надеюсь, что те же однополые браки никогда нормой для России не будут. Мне, кстати, очень жаль, что Америка, действительно великая страна, с пуританскими традициями, она превращается в Содом и Гоморру. Допустим, 50 штатов на всей территории Соединенных Штатов Америки вводится разрешение на гомосексуальные браки. Будет потом страшно, потому что в Штатах есть религиозные фанатики христианские, которые рано или поздно возьмут оружие. Тогда посмотрим, чем будут заканчиваться некоторые свадьбы. О разрешении на усыновление детей гомосексуальными парами я не знаю. А вот этих людей, которые эти законы принимали, их надо пожизненно просто сажать. Потому что либо это сами гомосексуалисты, либо это человеконенавистники. Потому что ребенок не может нормально быть, усыновленный ребенок не может вырасти нормальной в семье гомосексуалистов. Это против всего уже, и против веры, и против человечества в целом. То, что в Америке вводится, по-моему, последний штат Орегон, разрешение на курение каннабиса, то есть травы, да. Я тоже считаю, что это страна, которая пропагандирует здоровый образ жизни. А как это вяжется? Я знаю, что на табачных выставках уже, уже, без шуток, представлены сигареты с марихуаной. То есть бренды мировые, они представляют сигареты, вот пачка сигаретов, нафаршированные травой. То есть недалеки те времена, когда они появятся в свободной продаже штата. Поэтому мне, честно говоря, обидно, что с катушек, грубо говоря, съезжает целое государство. Причем в Америке идет серьезная промывка мозгов, на самом деле. Если раньше, и сейчас многие считают, что американцы, они аполитичные ребята, им пофигу. Нет, на самом деле нет. У меня есть масса примеров, когда общение с простым американцем, оно говорит о другом. Они настроены. Я не беру вот этот ролик на Ютьюбе, где этот парень ходил, собирал подписи за ядерный удар. Там, может, он вопросил тысячу человек, да, ответил. Из каждой тысячи по одному выбирал, я еще не знаю. Вот. Но, в принципе, да нет, ну, конечно, там можно говорить, что все люди братья, да, прикрываться такими лозунгами, на самом деле, это же не так, как говорить, там, о спорт, ты мир, допустим, или главная не победа, главная часть. Это же все, на самом деле, бред, не более, да, это красивая такая фольга. А, да, мы сейчас живем в сложный период. Ну, были периоды в советское время, когда уже самолеты были подняты в воздух. И это потом мы узнали, да, что вот-вот мог разразиться конфликт, да, с применением ядерного оружия. Да, сейчас ситуация наколена, да, но хочется верить, что она, как бы, войдет в нужное русло со временем. Не скоро, это сто процентов, что не скоро. Но сейчас процессы очень сложные идут в мире. Я, опять же, подчеркну, что мне удалось пожить, как бы, какое-то время на Западе. Они какие-то одурманены, там, допустим, проблема африканских беженцев. Они приезжают, они не работают, я видел, они сидят на каком-то пособии, которое, там, 20% уступает нормальной, бюджету нормальной семьи, да, которая... Они говорят, ну, их же жалко, они бедные. Я согласен, мне тоже жалко бедных детей, я готов всегда, то есть, людей, готов всегда им помочь и так далее. Но когда они приезжают, бездельничают, грубо говоря, непонятными темпами размножаются, ну, что Европу ждет в будущем, я не знаю, крах, наверное. Для них проблема эмиграции, я подчеркну, сейчас номер один, вот, поэтому...